Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. В Бельцах провели техническую экспертизу школьных зданий. Результаты шокируют. Специалисты из Кишинева оценили состояние зданий бельцких образовательных учреждений. Техническую экспертизу заказала местная администрация после обрушения во время ремонта части потолка в гимназии номер 6 и потолка в лицее имени Штефана Челмари. Тогда примар Бельц заявил, что многие школы в городе были построены после войны в 50-60-х годах. Срок их эксплуатации был рассчитан максимум на 50 лет. Однако здания до сих пор эксплуатируются. А молдавские власти, судя по всему, не выражают беспокойства по поводу прочности несущих конструкций. Именно поэтому в Бельцах провели глубокий анализ состояния этих зданий. О его результатах рассказал Геннадий Шмульский, исполняющий обязанности примара. В этом году на ремонт дошкольных и образовательных учреждений из муниципального бюджета выделено порядка 13 миллионов леев. Этих денег недостаточно. Здание нуждается в капитальной реконструкции. Большинство потолков в бельских школах и детских садах сделаны из дранки узких деревянных дощечек, которые уже служили свой срок. Техническая экспертиза зданий, в котором располагается лицей Гоголя, совпала с ремонтными работами в нем. Но ее результаты, как и в некоторых других образовательных учреждениях, тоже оказались неутешительными. Часть детей на время переведут в другой лицей. Техническая экспертиза всех образовательных и культурных учреждений проводилась для того, чтобы местная администрация понимала, какие объекты вообще не подлежат капитальному ремонту, а какие еще можно отреставрировать. В Бельцах действуют 24 школы и 35 детских садов.